Чтобы немного сгладить накал последних дней, я хотел бы сегодня поговорить больше на философские темы, поговорить о морали и нравственности. Приглашаю тех, кому это интересно, продолжить эту тему в комментариях. Итак, сегодня расхожее утверждение «Цель оправдывать средства». Прежде всего, эта цитата приписывается одному из самых коварных политиков Италии Никола Макеавелли в его бессмертном труде «Косударь». Сам ли он это придумал, либо использовал он цитату еще предыдущих римских императоров, неизвестно. Его произведение «Косударь» направлено, скажем так, всем злодеям мира, и можно расценивать, как такая инструкция для самых лживых, злых и коварных людей. И поэтому, естественно, к этим коварным людям Никола Макеавелли обращается, говоря «Господа, цель оправдывает средства, идите к цели любыми средствами, если нужно, идите по головам, по трупам, что хотите делайте, обманывайте, подставляйте, предавайте, самое главное, достигайте целей». Но дело в том, что человечество развивается несколько в другом, слава богу, для нас, в другом направлении. И человечество своей истории доказало, что нет, господин Макеавелли был неправ, как раз-таки цель не оправдывается средствами. Если цена заплачена для достижения цели слишком высокой, она полностью обезличивает, полностью уничтожает эту цель. Такой можно привести пример. Скажем, если государь хочет сохранить свою страну, но в решающей битве или войне он готов положить все свое население, всех своих солдат, женщин, детей, стариков, может быть, он и добивается победы, но в конечном счете он остается полностью на руинах своего государства, у него нет подчиненных, никто теперь не будет платить ему налоги, потому что некому их платить. Он остался один победитель, но на абсолютных руинах. Естественно, в данном случае он не победитель, а проигравший. Он проиграл. Тот же самый пример приводят всегда с Великой Отечественной войной. Если победа любой ценой стоила, как сейчас говорят, 40 миллионов жизней, и теперь через много лет ощущается, какой удар был нанесен нации, в основном на русских, так как русские сейчас одна из самых быстро вымирающих наций. Невозможно потерять в свое время там 20 миллионов, имеется в виду еще, конечно, и других национальностей Советского Союза украинцев, грузинов, казахов и прочее, и оставаться при этом процветающей нацией. Нет, цена слишком высока. Или, например, вот недавно приводили в пример революцию в Армении. Почему там, когда люди поднимаются и восстают против правительства, например, не кинули силы для того, чтобы начать разгонять или каким-то образом убивать своих сограждан? Потому что народ Армении пережил в свое время геноцид, уничтожение. Слишком мало сейчас армян на земле, и каждый армянин понимает ценность каждого человека. И даже правитель это понимает. Ему проще уйти, чем начать уничтожать вот этот свой маленький народ. Цена его власти была бы слишком высока, когда народ из ничего, можно сказать, в последние столетия потихоньку-потихоньку возрождается. То же самое касается евреев и всего остального. Почему цена еврейской жизни сейчас настолько высока? Ну, потому что в свое время один господин в Европе хотел добиться своих целей. В данном случае у него была прекрасная, благородная цель сделать Германию самой ведущей, богатой страной. Но двигался он к этой цели абсолютно неприемлемыми путями, используя средства, с которыми мы не согласны никак. Как? Германия приняла другую политику, взяла другое направление, стала двигаться медленнее, но стала двигаться с умом, решила заплатить за все то, что она сделала не так, покаялась. Очень долгое время она несла экономические потери, в том числе для себя, но она, опять же, добилась этих целей, но другими, благородными путями. И поэтому в данном случае это принимается в селе. То есть, как вы видите, рассуждая об этом, мы неизменно приходим к трем вещам. Это, первое, моральность самой цели. Второе, моральность действия или движения к этой цели. И третье, моральность людей или человека, который двигается к этой цели. Самый известный вопрос, который тут же всплывает относительно этой темы. А можно ли для того, чтобы спасти мир, убить одного человека? Этот философский вопрос. Казалось бы, спасение людей – это очень благородная цель. Но движение к спасению людей, якобы, если это движение зависит от смерти одного человека, то само движение уже аморально. И те, кто будут убивать этого человека для того, чтобы спасти остальных, они становятся убийцами. Действия аморально, поступок аморальный. Соответственно, спасение людей полностью нивелируется, то есть полностью обезличивается. Понятное дело, что этот пример исходит из всем известной нам книги, которой поклоняются уже больше 2000 лет. И, кстати, законы, которые дает нам Священное Писание, лежат в основе всех законов, существующих сейчас государств. Хотим мы это, не хотим, религиозно мы или атеистично, но мы принимаем тот факт, что основные законы всех государств основаны на десяти заповедях. Не убивай, не предуподействуй, не воруй. Это осуждается во всех государствах. Неважно, ислам они исповедуют или христианство. У всех одна и та же мораль, данная нам через Священные Писания. Мы можем абсолютно точно сказать, что до возникновения Священных Писаний древние люди там особо не разбирались, с кем их спит эта женщина, кому она принадлежит. Сегодня с одним, завтра с другим. Никого особо не волновали вопросы, например, измены, вопросы законности брака, законности наследников и так далее. Это уже все было потом, когда в основу закон государства был взят так называемый божественный закон. И вот божественный закон в данном случае говорит абсолютно точно и четко. Не убей. То есть не говорится так, ну ты можешь убить, если, например, у тебя какие-то благородные цели. Или не прелюбодействуй, но ты можешь прелюбодействовать, если ты, скажем, любишь эту женщину. Вот у тебя есть жена, но ты любишь другую. В этом случае можешь прелюбодействовать. Нет. Закон говорит абсолютно точно. Не прелюбодействуй. Если ты любишь другую женщину, значит разведись с этой. Соединись с той женщиной с законным браком и, пожалуйста, живи с ней в любви, но не прелюбодействуй. Не нарушай закон. Поэтому божественный закон, если мы говорим с этой точки зрения, однозначно говорит, цель не оправдывает средства. Если вы идете к хорошей цели, в данном случае к любви, но нарушаете закон, это неправильно. Ну а для тех, кто очень далек от всех этих рассуждений относительно религии и прочего, самый простой и доступный пример, конечно, был описан Достоевским, произведение «Преступление и наказание», где именно этот вопрос разложен по полочкам. Главный герой, которому мы очень симпатизируем, который имеет самые благородные цели, но идет он к этим целям через, как мы знаем, убийство человека. И в конечном счете гениальный Достоевский нам показывает, что если вы идете к благородным целям, но неблагородными методами, то в конечном счете переживания героя, его травма, которую он нанес сам себе, мучения, которые его раздирают. И то, что он не смог воспользоваться плодами своего поступка, показывают, что не надо было этой цели следовать такими методами. И вот это основная мораль этого произведения, и тут нет слишком больших расхождений людей, что все, несмотря на симпатию главному герою, сходятся к тому, что поступил он, конечно, неправильно. Ну и, соответственно, этой последней ситуации здесь абсолютно все понятно, всем все понятно, кроме в данном случае Украины, закрывшей глаза на всю сторону, в том числе морального вопроса. Они стоят только на одном, что мы всеми средствами идем к достижению своей цели, если мы при этом перешагиваем вопросы морали и нравственности, плевать нам на вас, на мораль, на вашу нравственность. Мы тут воюем, понимаете, у нас тут свои цели. А человечество, в данном случае весь мир, ЕС и все остальные, они остановились и сказали, нет, ребята, извините, мы не хотим достижения цели любыми средствами. Вот извините, но движение к вашим целям должно быть оправдано. В данном случае не оправдано. В данном случае цена вот этой фейковой новости была слишком высока, и люди с этим не согласились. Если вас удивляет, почему европейское общество вдруг так однозначно не восприняло, не стали аплодировать, остановились, оторопели, а многие даже разозлились, именно потому, что люди понимают, что вопросы морали, в данном случае вопросы мира, стоят выше, чем вопросы войны. Вы должны понимать, что какая бы ни была война, мир выше и дороже войны. И всегда после любой войны наступает мир. Мир это длительное состояние, война это короткое состояние. Поэтому законы мира и морали, они гораздо выше любых законов любой войны. И нельзя вот такой коварной моралью вдруг зачеркнуть то, что человечество наработало и никак не соглашается с этим расставаться. И как мир всегда побеждает войну, всегда не наоборот. То есть мы все-таки живем в мире, который воюет, но большую часть мы находимся в мире. Так и правда всегда побеждает зло, так и закон всегда превалирует над беззаконием. И поэтому вот эта позиция СГУ, она изначально провальная. То, что сказал министр иностранных дел Германии, и то, что не поняли украинцы, когда он говорит, когда вы поступаете таким образом, вы переступаете закон. Говоря это, он имел в виду закон морали, который превалирует над всеми остальными. И вообще все человеческие, божественные и прочие законы основаны на законах морали. Хотите вы этого или нет, но это так. Надеюсь, я смог раскрыть эту тему. Если у вас есть другие мысли по этому поводу, высказывайтесь. Я с удовольствием их почитаю. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok